Привет! Вы на канале с обзорами самоздатовских книг платформы Литмаркет. И сегодня я расскажу вам о том, как прошел первый читательский марафон Литмаркета – Литрит. Ну что, поехали? Собрались как-то авторы Литмаркета, небольшую группу, посмотрели по сторонам и решили, что пора бы замутить читательский марафон. А что, дело интересное, согласились остальные. Вот так и родился первый читательский марафон на Литмаркете под звучным названием Литрит. Марафон проводился с 12 ноября по 12 декабря и включал в себя 15 замечательных книг от превосходных авторов Литмаркета. Чтобы поучаствовать, нужно было выбрать книгу, которую хотелось бы прочитать из тех платных, что авторы предоставили на марафон. Далее нужно было написать в комментариях о своем выборе, сделать репост поста с розыгрыша, соответственно, получить книгу от автора Литмаркета, прочитать, проанализировать и написать отзыв. Взять новую книжку можно было только после того, как была прочитана предыдущая и оставлен отзыв не менее 10 предложений. Каких-то ограничений по жанрам не было, поэтому найти что-либо на свой вкус мог любой читатель. Здесь было разного рода фантастика и фэнтези, мистика, Ян Кадалт, юмор, постапокалипсис и даже альтернативная история. С одной стороны, кому-то такой разброс может показаться странным, но лично, на мой взгляд, это скорее плюс, поскольку было проще найти то, что хотелось бы прочитать. Свои книги для марафона предоставили Ольга Вилар с книгой «Падший ангел». Это история о том, что не стоит опускать руки, даже если тебе выломали крылья. Витамина Мятная с книгой «Отбор сокровища у Нага», в которой рассказывается о том, как некоторым султанским дочерям и визирям не хочется замуж. Надежда Черпинская с книгой «Вита», из которой мы узнаем, что каждый из нас – это целая вселенная и подлинное чудо. Ника Милосердова с книгой «И боги услышан». Книга повествует о том, на что люди готовы пойти ради цели. Ирина Гусева с книгой «Стражи незримых границ». История рассказывает о том, как однажды Влада попадает в таинственную организацию Альянса Хранителей, где узнает, что в нашем мире все не так очевидно и однозначно. Татьяна Крылова с книгой «Мыши не курят». Интересная книга о столичной барышне, пожаловавшей в деревню за наследством. Местные люди и нелюди в шоке. Один даже умер. Мария Токарева с книгой «Сны Эйлиса». Это история о том, как окаменевшие сердца власть имущих губят мир. Ма Ко с книгой «Оборотни игры кукловодов» рассказывает, что нам не всегда подвластны перемены в нашей жизни. Александра Пушкина с книгой «Принц Зазеркалье» делятся истории о настоящей дружбе и о том, как может изменить тихую школьницу. Неправильная сказка магического северного мира. Алекс Передерий с книгой «Импульс» повествует о приключениях и расследованиях на фоне первого контакта с инопланетянами. Элина Лисовская и Мария Роше с книгой «Шаг в безмолвие» делятся с нами истории, в которой герои проходят квест на выживание, чтобы вернуться домой. Светлана Широкова с книгой «Наживка для пришельца». Здесь загадочный пилот НЛО спасает девушку от неминуемой смерти. И этот контакт оборачивается головокружительными приключениями и неземной любовью. Наталья Ильина с книгой «Пока дышу». Это история о том, как юный герой проходит через ад ради собственного выживания и выбирает смерть ради того, чтобы жили другие. Лидия Ситникова с книгой «Три» «Апологет Ересиарх», в которой рассказывается, как можно вернуть погибшую. Пусть даже для этого нужно убить и самому зайти на костер. Алария Тои с книгой «Буря скроет наши следы». Это история о древних струнах жителях далекой галактики. И в то же время она с вами. 28 читателей оставили более 70 отзывов. Иногда об одной и той же книге они оставляли совершенно разные мнения. Каждый автор получил свою порцию восторгов, критики и читательских откровений. Практически каждая книга вызвала в читателях целый спектр эмоций, которые некоторые из авторов не скоро забудут. Все участники Лидрида получили на память магнитики от организаторов и симпатичные открытки с добрыми пожеланиями и автографами от авторов. В качестве призов были также стикеры, бесплатный доступ к электронным книгам и даже бумажные книги для тех, кто любит шелест страниц. А некоторых участников ждали приятные сюрпризы и пара дополнительных плюшек. В общем, можно сказать, что все остались довольны читательским марафоном от Лид Маркет. В чате царила теплая дружеская атмосфера, которая еще долго будет согревать сердца многих участников Лидрида. Благодарю за просмотр. И помните, если книга идет с пометкой «Самыздат», это еще не значит, что она плохо написана.